Приветствую, друзья! Вы на канале Ник Лэй. Это уже четвёртый выпуск рубрики «Эксперименты в Мафии 2». Если тебе нравится эта рубрика, то почему бы заранее не прожать лайк? Ведь сегодня вас ждёт очень много интересного. А перед началом хочу вновь напомнить вам о том, что все совпадения с роликами других авторов случайны. Абсолютно все идеи для роликов этого формата я беру исключительно из своей головы, а также у своих подписчиков. Ну а в этот ролик попадают эти ребята. Именно их комментарии показались мне самыми интересными. А если ты хочешь попасть в следующий ролик, то достаточно оставить любой интересный комментарий. Возможно, я тебя замечу, а ты попадёшь в следующее видео. Что же, давайте не будем тянуть и приступим к нашим сегодняшним экспериментам. Итак, в очередной раз начинаем со второй главы. Я всё никак не закончу снимать эксперименты в этой главе, ведь в ней есть очень много интересного. А если у тебя есть ещё идеи на эту главу, то можешь оставить их в комментариях. Возможно, именно твоё предложение по эксперименту я выберу и проверю в следующем ролике. Также можете предлагать эксперименты не только по этой главе, но и по другим, а также эксперименты в самой игре. Ладно, приступаем к самому эксперименту. После того, как мы уходим от Джузеппе, всем известно то, что главному герою ставится задача угнать машину. Ну а что будет, если сесть в другую машину, а не в эту, и уехать с данной локации? Давайте проверять. Как мы видим, игра запрещает нам уезжать с этой локации на другой машине, и прямо-таки заставляет нас угнать Джефферсон. Я подумал, что будет бессмысленно использовать ноклип в этой ситуации, так как Вита, скорее всего, будет либо идти назад, либо игра вообще сломается. Поэтому я просто решил взорвать этот Джефферсон. И, как мы видим, игра даёт нам провал. Видим, разработчики предусмотрели этот момент. Ладно, с этим разобрались, так что перемещаемся на сволку бруски. Я решил также пригнать машину, которую заказывал у нас Майк, и взорвать её. Дадут ли нам провал задания в этом случае? Ведь машину мы уже угнали, и она не числится как цель миссии. Соответственно, за неё, по логике, не должны давать провал задания. Ведь в предыдущем ролике Джефферсон был именно целью миссии. В то время как уже угнанная и доставленная машина Майку целью миссии не является. Так что давайте проверим. Как мы видим, игра всё же дала нам провал задания. И, скорее всего, цель миссии остаётся на всю главу и никуда не пропадает. Иначе логики в этом просто нет. И приступаем мы к эксперименту, ради которого вы нажали на это видео. Что будет, если убить всех рабочих в порту? Почему же мне стал интересен этот эксперимент? Во-первых, мне стало интересно, имеет ли боты на этой локации бессмертие, или же их можно убить. А также мне стало интересно, как на это отреагируют Дерек и Стив. Начнут ли они стрельбу по мне, либо же приедут копы, ну или любой другой сценарий развития событий. И давайте попробуем убить первого рабочего. Это мы успешно делаем, а значит убиваем и остальных ботов. Кстати, забавный баг. После их погибели с ними можно поговорить. Правда, ничего мы не услышим, но всё же, баг забавный. И какую только анархию я не вытворял. Убивал всех рабочих, взрывал грузовик с ящиками. Дерку и Стиву абсолютно пофиг. Они даже не хотят защищать своих рабочих. Видимо, они настолько их ненавидят. Тогда я попробовал убить уже их самих. И уже в этой ситуации у них оказалось бессмертие. Сколько бы гранат я ни кидал, всё бестолку. Так что, думаю, тут всё понятно. Переходим к следующему эксперименту. Кстати, у меня есть подозрение по поводу того, что я дебил. Хотя я и есть дебил, вы это знаете. Но всё же, напишите, можно ли убивать дружественные объекты гранатами, как это делал я. Либо же их надо убивать другим способом. И на самом деле, никакого бессмертия у них нет. Напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Я обязательно всё прочту. Поэтому на сегодня никаких экспериментов с убийствами. Лучше я прочту комментарий и узнаю больше информации от вас. Ладно, переходим к следующему эксперименту с талонами. Как мы все знаем, после того, как Вита развозит все талоны в шестой главе, его увозят в тюрьму за продажу этих самых талонов. А что будет, если вообще не развозить ничего? Изменится ли как сюжет игры, так как это было бы логично? Берём у Генри задание и просто не выполняем. То есть не развозим ни одного талона. И просто заканчиваем миссию и проходим игру до шестой главы. И давайте смотреть, изменится ли как-то катсцена. Ничего абсолютно не меняется. А Вита всё так же говорит, что его сдал один из заправщиков. Хотя мы не развозили ни одного талона. И я считаю, что это абсолютно нереалистично. Так как разработчики могли изменить катсцену. То есть, например, Вита могли бы посадить за что-то другое. То есть сделать альтернативный вариант прохождения. Но нет, туки до этого не додумались. Просто огроменный минус к реализму. А мы переходим к следующему эксперименту. Итак, переходим к четвёртой главе. К последним экспериментам на сегодня. Но не менее интересным. Я решил проверить, что будет, если не соблюдать цель миссии и не идти за Джо. То есть я оставил его одного и начал перестреливаться с охраной. А привело это к тому, что нам дали провал миссии. Якобы Джо умер. Хотя в этом нет никакой логики. Ведь Джо во всех миссиях имеет встроенное бессмертие. Ладно, давайте поможем ему в некоторых моментах. И опять же вернёмся обратно. Там я столкнулся с охраной. То есть на халяву уже можно получить Томпсон. И проходить миссию с ним. Ну а также я встретил такой баг. На улице были не полицейские, а охранники. Не знаю, почему так произошло. Но выглядит это очень странно. Также я встретил очень странного NPC. Он нанёс мне урон от Томпсона. Даже в тот момент, когда у меня было включено бессмертие. Это очень странно. Но не менее странно то, что он бессмертный. Его убить просто невозможно. Но давайте не забывать об этом охраннике. И вернёмся к нему чуть позже. Далее, после того, как нам нужно подниматься по лестнице для того, чтобы выбраться на крышу. Я решил этого не делать. Идти не вверх, а вниз. Встретил я этих самых трёх копов. Успешно их убил. И идём дальше вниз. И готовьтесь к полнейшему трэшу. Напоминаю, у меня включено бессмертие. Но каким-то образом появляются три полицейских с Томпсонами. И наносят мне урон даже после того, как я включил бессмертие. А у этих самых полицейских тоже имеется бессмертие. То есть их убить просто невозможно. Именно поэтому я решил их просто проигнорировать и вернуться обратно в ювелирку. Но там меня ждал очень неприятный сюрприз. Ведь текстуру этой самой ювелирки просто нет. Они пропали. Ну хотя бы можно столкнуть два полицейских. А теперь вспоминаем того самого охранника. С бессмертием и Томпсоном. Вы не видите совпадения? Дело в том, что этот самый охранник спавнится для того, чтобы игрок не мог вернуться обратно, а шел за Джо. Та же самая ситуация с этими копами. Разработчики поместили этих копов для того, чтобы они убивали игрока. Чтобы он не мог вернуться обратно в ювелирку. И увидеть то, что текстуры ювелирки нет. Получается разработчики игры прикрывают свои косяки за счет NPC. Молодцы, что сказать. Я решил поиграться с этими копами. И что будет, если заагрить их на себя и перебираться на крышу. Давайте посмотрим. И как вы можете видеть, я просто сломал катсцену. Копы продолжают стрелять по нам в то время, как мы перебираемся на другую сторону крыши. Согласитесь, выглядит забавно. Что же, на этом мы ни в коем случае не заканчиваем с экспериментами. Нас ждет еще очень много интересного. Так что, если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжала жить и развиваться, то все зависит от вашей активности. Ваших лайков, а также ваших предложений по экспериментам, которые вы можете оставлять в комментариях. Ну а сегодня мы, пожалуй, закончим. Если тебе понравился этот видеоролик, а также нравится мой контент в целом, то почему бы не поставить лайк, а также не оформить подписку на мой канал. В любом случае, огромное спасибо тебе за поддержку. С вами был Ник Лэй, до скорых встреч, друзья.